И вот я свою книгу назвал «Солдаты про советскую армию». Я думал, ну кому это интересно? Оказалось, всё-таки интересно. Дело в том, что солдаты, многие сёстры, те, кто не имеет никакого отношения к армии, говорят, нет, это не для меня, это как раз для вас, дорогие. Потому что «Солдаты» — это просто название, это повесть, которая затрагивает разные стороны жизни. А, кстати, поднимите руку, кто её прочитал уже, книгу? Ну, вот немало, да? Немало. Людей, спасибо вам. Два раза, вот видишь. Да. И она разносторонняя, она о жизни христианина, она о духовной борьбе, она об отношениях людей, и очень много всего разного. Это не значит, что теперь только те, кто служил в армии и так далее, и тому подобное. Но второе смысловое название солдата — это «Добрый воин Иисуса Христа». Это тоже очень важно. Да, и первым читателем был Юрий Киосипко, я ему послал книгу, говорю, «Юрий Киосипович, мне на обложку что-нибудь там черканите, какой-нибудь отзыв, чтобы было, всё-таки у вас имя такое, звучное». И он мне написал следующее, то, что я не опубликовал на обложке, конечно. Он написал так. «Вы читали Солженицына «Один день Ивана Денисовича»?» Это он вопрос задает и отвечает. Наверняка читали. Так вот, солдаты круче. Но это в его стиле. В его стиле. На самом деле, книга получила признание. Совсем неожиданно. Мне звонят из Берлина, из Союза писателей, русскоязычных писателей Европы. И говорят, мы слышали, что у вас есть книга. Я говорю, ну да, а вы можете нам её прислать? Мы заканчиваем ежегодный конкурс, проводим на лучшую книгу года. И у нас заканчивается вот на следующей неделе конкурс. Пришлите нам книгу, мы её включим в конкурс. Я как бы в последний вагон заскочил, отправил им книгу. Через там пару недель выходят результаты конкурса. И мне прислаживает первое место, прислаживает за солдат. И золотую статуэтку, она у меня в кабинете стоит. И такую грамоту, первое место за книгу солдаты. И я подумал, интересно, в той кампании, в этих союзах писаний, там же одни евреи. А кто там ещё может быть? То есть они к христианству имеют такое отношение, специфическое, мягко говоря. И то, что они присудили, прочитав эту книгу, первое место, дали мне эту золотую статуэтку, для меня это был такой сигнал, что, в общем-то, дни потрачены не зря. И вот я получил этот приз. Потом я пишу в Украину. И издательство Смирная есть такая в Черкассах. Я пишу в Украину и говорю, слушайте, у меня есть книга, не хотите её перевести на украинский язык и издать от себя? В ответ, буквально через 25 минут, 30 минут, приходит договор, подписанный директором издательства на перевод и издание. Я говорю, а вам книга, я в самом деле, неинтересна, что ли? Мы хотя бы прочитали её, что ли, прежде чем подписать договор? Они говорят, не, не, нормально, представьте. В общем, вот она на украинском языке. Она вышла, переведена, и мне сестра привезла её на... Я посмотрел, правда, на украинском. Они её издали на украинском языке, теперь она есть в Украине. Здесь один единственный экземпляр. Если кто-то вообще принципиально не читает по-русски, я могу ему продать за 100 евро. А в противном случае можно дешевле на русском. Значит, на русском языке она вышла. И в прошлом году приходит мне email из Австрии и говорят, слушайте, мы слышали, что у вас есть книга, да, есть. А вы не хотите, чтобы мы её перевели на немецкий язык и издали? Ну, я говорю, кто бы спорил, я-то не буду, если мне дали евреи первое место, то мне хоть в чём-то соответствие, да. И вот они в Австрии, её перевели, издали. Единственное, они назвали её Сергей по имени главного героя. Ну, я присвоил главному герою имя Сергей. Вот. На немецком языке уже есть книга «Солдаты», и поэтому они говорят, ну, чтобы не перепутали люди, мы её назовём Сергей, чтобы она была, немножко отличалась в названии. И вот на книжной ярмарке во Франкфурте в октябре она прошла презентацию, выставили, и мы были там. И там шеф сказал, что, в общем-то, он доволен интересом к этой книге, всех, кто там его посещал на выставке. И, собственно говоря, эта книга не только там про службу, хотя про службу тоже. И я не думал, что для женщин, для сестёр эта книга будет хоть как-то интересна. Оказалось, что очень. Вот один только прочитаю отзыв короткий одной сестры Диана Вирста, её зовут, мне кажется, она из Молдовы, может быть, не знаю. Вот она пишет. «Дочитала последнюю страницу. Одна из лучших книг, прочитанных мною. Интересный сюжет, много глубоких мыслей. Выписала некоторые для себя, чтобы ещё раз поразмышлять. Красиво уложенные в предложения слова, как цветы. Хочется остановиться, посмаковать. И в то же время сюжет увлекает, заставляет бежать глазами дальше. Спасибо за несколько приятных вечеров». Таких много отзывов, в том числе от неверующих людей, которые совершенно не знакомы с нашим бытом христианским. Вот. И я буквально в двух минутах ещё возьму время нам от кофе оторву. Там фрау Тисин нигде не стоит и смотрит на меня. Я чувствую, у меня ноги горят подо мной уже. Да. Там есть, естественно, отношения между людьми, которые... Представьте себе человека, который вырос в тепличных условиях, в благополучной христианской семье, где он пользовался любовью матери, отца, заботящегося, работающего, всегда обеспечивающегося всем семью, которые приучали к честности, к благородству. Я уже в церкви у нас рассказывал. У нас проблема в семье была. Вы знаете, у нас восемь детей было. И мама варила борщ, ну, большую кастрюлю. Всегда потому что, ну, арабу такую накорми. И нас приучали в детстве так. Вы, говорит, когда набираете себе борщ, мясо оставляйте следующему, чтобы, ну, как бы не всё себе. То есть учили вот так благородно друг к другу относиться. В конечном итоге была проблема. Мама говорит, борщ съели, всё мясо на месте. Вы же, говорит, делитесь друг с другом. Ну, ешьте что-то, другим не всё оставляйте. Вот в такой атмосфере мы воспитывались. И церковная. У нас была прекрасная церковь. Тут некоторые люди сидят в зале, с которыми я рос, которые не дадут мне соврать, как говорится, могут только подтвердить. Вот эти тепличные условия. И человека вырывают оттуда и бросают в жестокий мир, где 115 человек, 24 часа вместе. Из них у нас было 30% прошедших малолетнюю тюрьму. Их, конечно, в стройбат забирают. Куда же ещё после малолетки? Да. И остальные, естественно, грузины, узбеки и все остальные, для которых, собственно, нет абсолютно никаких тормозов и границ. И вот когда молодой человек из теплицы туда попадает, ну, вы представляете, как это, да? И вот эти отношения, отношения очень интересны. Кроме этого, в книге есть, конечно, история любви. Вот. И вот между парнем и девушкой, и различные встречи. И меня однажды спросили в интервью в одном, а какой эпицентр, какой пик вы считаете в книге вашей? И я рассказываю, расскажу его вам. Мне не положен был отпуск, потому что я не принял присягу. Ну, или так, не мне, а герою книги. И прислала телеграмма с дома, что мама при смерти. Она заверена врачом, и по этой телеграмме солдаты обязаны отпустить в отпуск. Кто служил, те знают. Она заверена врачом, и заходит солдат к комбату, и у вас комбат вызывает, и на столе лежит эта телеграмма. Он молча протягивает ему так по столу, говорит, читай. Ну, он читает, написано, да. Ну, и поднимает глаза на комбат и говорит, ну, типа, мне положен отпуск? Он говорит, да, положен, но тем, кто принял присягу. А ты у нас солдат без присяги служишь, поэтому тебе никакого отпуска нельзя. И три с половиной часа длилась беседа, после которой комбат сказал, иди и мучайся. Вот у тебя мать при смерти. Если она сейчас умрет, тебе еще девять месяцев служить. Чуть больше половины ты прослужил. Если она сейчас умрет, ты никогда себе не простишь этого. А вот. А ты же дурачок, не хочешь понять одного. Тебе не надо даже принимать присягу. Тебе можно просто расписаться под присягой, что ты ее принял, и иди утюж парадку. И можешь ехать домой на 10 дней, попрощаться с мамой или увидеться ее, может быть, в последний раз, если успеешь. Все в твоих руках. И я тебе не сказал нет. Иди и мучайся. И вот сотовых телефонов нет. Посоветоваться не с кем. Ни одного верующего вокруг. Ни друга верующего, ни пастора, ни проповедника. Написать кому? И вот принимает решение. Вообще, он говорит, кому нужна вот эта твоя упертость? Кого интересует? И когда-нибудь будет интересовать, что ты принял присягу, не принял присягу? У тебя мать умирает. Ты что, не понимаешь? Кому он нужен? Какой Бог оценит эту твою жертву? Она вообще никому не нужна. И вот иди и мучайся. Это эпицентр книги. И когда ты 15 месяцев примерно не видел маму, ну, которая для тебя всем была, на алтарь положила себя. И думаешь, на самом деле, может быть, это не так важно. Иди и думай. И вспоминаются ее песни, ее слезы. И мне очень приятно, что моя дочь сейчас поет песню, которую пела моя мама. Я все-таки хочу, чтобы она ее спела. Да. Вот. А остальное все в книге прочитайте. Кто прочитал, не рассказывайте, что было дальше. А если вам не понравится книга, у нее пожизненная гарантия, можете принести обратно, сказать, дай деньги обратно. Я гарантирую вам. А ты тоже еврей. Ладно. Часто жизнь бросает. Часто жизнь бросает, Как ладью волной. Бог лишь укрепляет, Нару я покой. Но средь скорби жизни Мури роковой Слышу с неба голос ясный, Я всегда с тобой. А краса спадает раннюю зарей, Так о мою часто я глаза слезой, Как о мою часто я глаза слезой. К небу вознесусь я с искренней мольбой, И услышу голос ясный, Я всегда с тобой. Только в Иисусе успокоюсь я, В нем лишь утешенье, В нем лишь утешенье ждет душа моя. Он мое от пури сердце защитит, И к своей святой лазуре в небо восхитит. И к своей святой лазуре в небо восхитит. Часто жизнь бросает, Как ладью во мной, Бог лишь утешает, Нару я покой. Но средь скорби жизни, Мури роковой, Слышу с неба голос ясный, Я всегда с тобой. Слышу с неба голос ясный, Я всегда с тобой.